Марка Infinity провела модернизацию кроссовера QX50 второго поколения. Она не коснулась внешности и техники, зато принесла современную медиа-систему, которую отличают более мощный процессор и возросший объём оперативной памяти. Оба дисплея-мультимедийки теперь имеют лучшее разрешение, плюс добавлена поддержка протоколов Apple CarPlay и Android Auto, а система голосового управления обучена понимать 6000 команд вместо прежних 500. В базовое исполнение Pure добавлены камера заднего вида и задний парктроник, а ещё гамму пополнила средняя комплектация Essential. Она предлагает отделку салона натуральной кожей, датчик дождя, трёхзонный климат-контроль и систему дистанционного запуска. Продажи новинки уже стартовали. Авторитетный журнал Motor Trend каждые 12 месяцев составляет список самых влиятельных персон автомобильного бизнеса. Обычно это сплошь финансисты и промышленники. Однако по итогам 2020 года четвёртую строчку неожиданно занял дизайнер. Так в пятёрку сильнейших вошёл старший вице-президент по глобальному дизайну Nissan Motor Company Альфонсо Альбайса. Напомним, что за короткое время команда под его руководством полностью переработала дизайнерский язык Infiniti и Nissan. Концепт-кары Infiniti, вышедшие из-под руки Альфонсо Альбайса, напоминают скульптурные шедевры на колёсах. А прототип Nissan Z-Protto подарил нам надежду на возвращение в модельную линейку бренда знакового спорткара. В позапрошлом году Альбайса занимал лишь 36 место среди самых влиятельных персон автобизнеса. Но успешные запуски серийного купе-кроссовера QX55 и яркого концепта QX60 Monograph помогли добиться заметного прорыва. Не успели мы предупредить, что Mitsubishi весной предложит россиянам рестайлинговый Eclipse Cross, как российский офис поспешил навесить на него ценники. С двухлитровым мотором и вариатором модель будет стоить 2 миллиона 379 тысяч рублей. Сейчас прикупить японский паркетник можно примерно на 200 тысяч дешевле, так что обновлённый Eclipse оказался одним из самых дорогих представителей своего класса. Добавим, что полуторалитровый турбомотор отныне стал достоянием топовой полноприводной версии, а двум другим адресован двухлитровый атмосферник от Outlander. К обоим движкам представлен вариатор марки Jatko.